Пожалуй, ни одно другое место в мире не ассоциируется с Пушкиным так сильно, как в Михайловской. Впервые поэт приехал сюда в 18 лет, окончив лицей. С тех пор вынужденно и вольно Александр Сергеевич неоднократно возвращался в скромную семье обители. За время, проведенное в Михайловском, Пушкин написал свыше ста произведений. Из них большая часть была создана во время знаменитой двухлетней ссылки. Одно из самых значимых вех биографии поэта. Приезд Пушкина в Михайловской был печален, потому что сослали его на неопределенный срок под двойной надзор, духовный и политический. О своем настроении Пушкин писал письма к своим друзьям. Моя глухая Михайловская наводит на меня тоску и бешенство. Бешенство скуки снедает мое глупое существование. Но поэзия, как ангел-утешитель, спасла Пушкина. В Михайловском, что не уголок, то Онегина строфа. В свое имение поэт, по сути, подарил герою, как подарил ему затем, приехав сюда, и свой досуг. Подобно Онегину, летом поэт вставал рано, в седьмом часу, сбегал с горы и купался в сороте. Очень много гулял и при этом сочинял на ходу. Один крестьянин, раз встретив его, аж испугался, потому что Александр Сергеевич резко остановился, а затем вдруг начал говорить разными голосами за своих героев и при этом сильно жестикулировать. После эмоциона Пушкин обедал, играл с самим собой в бильярд в два шара, по вечерам слушал сказки няни. Когда уединение пытались нарушить незваные соседи, поэт сбегал, как и Онегин, с заднего крыльца и уезжал верхом в поля. Ну и, конечно, приездом своих лицейских друзей поэт был безмерно рад. И навестили его Иван Иванович Пущин. Этот приезд был неожиданным для поэта. Пушкин еще находился в постели, услышав звон колокольчика, он выбежал на крыльцо. Пущин гостил здесь менее суток, боясь навредить поэту, и встреча оказалась последней в их жизни. Весной 1825 года в гости к Пушкину приехал и Антон Антонович Дельвик. Гостил здесь целые 10 дней, для Пушкина это был настоящий подарок. Посещение Михайловского в июле 1825 года Анны Керн, гостившей в ту пору у соседей Пушкина, обернулось шедевром «Я помню чудное мгновение». Стихотворение было написано после прогулки с красавицей по липовой аллее усадебного парка. Во время рандеву девушка споткнулась о камень, и влюбленный поэт хранил его на своем столе в кабинете. В своей маленькой комнате Пушкин работал или за ломберным ободранным столом, используя причем подчас не чернильницу, а помадную банку, или же чаще всего полулежа в постели. Это сейчас в кабинете порядок. Представьте сюда разбросанные списанные листы бумаги и обкусанные практически до основания кусочки перьев, и будет точная картина. Находясь в трех сутках езды от Петербурга, Пушкин, тем не менее, по переписке следил за новостями столицы. С особым интересом за тем, как принимает публика первые главы Онегина. Здесь же, в кабинете, грезило возможностях побега из Михайловского, которое покинуло в итоге лишь в сентябре 1826 года. По окончании ссылки поэт вновь приехал в Михайловское уже месяц спустя, по собственному желанию. Ведь как ни было ему здесь порой тоскливо в годы заточения, он всей душой любил этот приют трудов, спокойствия и вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok